МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По улице партизанской ручьи бегут постоянно. Болотницы уверены, нечистоты льются из выгребной ямы многоквартирника. Отсюда грязь на дороге и неприятные запахи. У нас в подполье это идёт. Всё это вот к воротам пошло. Обращались это всё. Два года назад должны были это всё сделать. Проблема существует уже несколько лет. Подтверждение тому – множество предписаний о нарушении санитарных норм. Одно из последних датировано ноябрём 2015 года. Выписали его на управляющую компанию с рекомендациями устранить нарушения. Она уже завалилась. Там три бочки выкачали. Вот, вот, вот. Она правильно завалилась. Ему ремонтировать надо. Из земли уже идёт. Она пробилась уже там. Специалисты управляющей компании приехали, осмотрели яму. Неисправности не нашли. Но всё же отсыпали землёй вокруг колодца. Но это ситуацию не изменило. Там такая промоина была, что, не дай бог, бы ребёнок или кто бы упал, это утонул бы в этих помоях. Собственники многоквартирного дома своей вины в том, что нечистоты бегут по улице, не видят. Старшая по дому уверяет – выгребная яма в нормальном состоянии. Она у нас не отваленная. У нас стоит, кольца стоят. Вот в прошлом году мы нанимали, не нанимали, нам партнёры пришли. Мы выкачали всю канализацию. И как бы там всё нормально. Некоторое время назад собственники квартир посчитали, что переплачивают за откачку нечистот и расторгли договор с горкомхозом. В данный момент для вывоза отходов нанимают частника дважды в месяц. Нам 250 рублей с человека. Все деньги туда тратим, на эту канализацию. Но раскошелиться ещё больше всё равно придётся. Собственники данного дома на собрании решили следующее, что они получат разрешение на реконструкцию данной ямы, узнают стоимость ёмкости и в этом году произведут ремонт ямы. Журналистам ОТС удалось получить комментарий сложившейся ситуации от главного санитарного врача Машковского, Тогучинского и Болотненского районов Елены Дещенко. Она поясняет, договорённостью и обещаниями теперь дело не закончится. В отношении собственников в ближайшее время будут приняты соответствующие меры. Территориальный отдел намерен обратиться с иском в суд о понуждении жильцов по обязыванию их исполнения норм санитарных правил. На сегодняшний день отсутствует договор на систематический вывоз жидких бытовых отходов. Таким образом, отсутствует рациональная система именно регулярного вывоза жидких бытовых отходов, что является нарушением действующего санитарного законодательства. Сегодня специалисты администрации Болотного готовят списки собственников жилья и необходимые документы для направления в суд. Зинаида Мельникова, Михаил Кауров, Владимир Полосин. Новости ОТС.